Российское общество знания ведет свою историю от Советской общественной организации, основанной в 1947 году как Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний. В этом году в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска общества знания на современной цифровой платформе. Сейчас общество организует встречи активной молодежи с политическими деятелями, видными учеными, представителями общественных организаций. Форум, который прошел в Саранске, получил название «Импульс знания». В нем приняли участие школьники и студенты Мордовии, которые уже имеют достижения в научной сфере. Победители и призеры предметных олимпиад. К ним обратился глава Мордовии Артем Сдунов. 40-е годы прошлого века. 47-й год. Два года после войны прошло. Правительство идет на такой шаг. Создается союзное общество. Во что это вылилось? Прошло всего 15 лет, мы уже в космосе. Никто понять не может. Американцы не могут понять, что мы упустили в образование. А это не только всеобщее образование. Это именно рождение интереса к знаниям. Ведь можно быть на одной стороне луны незнания, а можно на другой темной и светлой. И каждый сейчас должен выбирать, где я нахожусь. Разобраться в актуальных вопросах современности участникам форума помогли ведущие российские эксперты. Подобное общение, что называется «глаза в глаза», просто неоценимо. Люди молодые должны знать, что ему делать после школы, каким направлением заняться, кто занимается этим, кто специалист. Войти в переписку, войти в совместные проекты, деньги совместно привлечь. Вот мы должны это право на незнание у молодого человека отнять самым лучшим способом. В двухдневную программу форума вошли интерактивные лекции и мастер-классы, посвященные научно-техническим прорывам 21 века. Участники вместе с экспертами анализировали, чем отличаются технарии от гуманитариев, как определить свою социальную роль в современном мире. Гаджеты – это инструмент к познанию мира. И наша задача взрослых – научить правильно пользоваться этим инструментом. Мы же когда-то, я в первом классе писала пером, а во втором классе уже шариковой ручкой. И хочу сказать, что вот этот прогресс, он неумолим, его надо принять. Научить родителей правильно работать с новыми технологиями и понимать детей. Потому что это тоже очень важно. Не только школе, но и родителям. Участники форума обсуждали возможности развития робототехники, искусственного интеллекта и связанные с ними мифы. Сегодня мы видим очень много вопросов, посвященных искусственному интеллекту. Несмотря на это, мы привлекаем молодежь и хотим донести до них, что ядром и важной частью, независимо от развития технологий, является человек. Человек создает науку для человечества, для того, чтобы мы могли жить в более качественном и удобном пространстве. Форум не зря называется «Импульс знания». Заряд позитивной энергии для дальнейшей научной деятельности получил каждый из его участников. Вячеслав Кузьменко, Станислав Сёмин. Народные новости. Продолжение следует...